Шалом, дорогие друзья! Итак, на этой неделе мы изучаем недельный отрывок про дарование Торы. Всевышний открывается людям и дает свои законы, дает инструкцию, рассказывает, что же в этом мире нужно делать, чего делать не нужно и почему. Мы с нетерпением ждем, ну давай, Тора, покажи нам, что сказал Бог. Но перед тем, как перейти непосредственно к дарованию Торы, нам рассказывается, как вот тесть Мушерабейну Итро, в честь которого названа недельная глава, пришел к Моисею и дает ему очень важный совет. Причем тут встреча Муше и Итро. Почему сразу не перейти к самому важному? Всевышний открывается на горе Синай. Зачем мне знать, что Итро дал совет и Муше его послушал? А потому что Тора тебе сразу говорит, ты хочешь принять вот послание Всевышнего, ты хочешь узнать, что же он сказал, ты хочешь принять его Тору, посмотри, пожалуйста, на Мушерабейну. Мушерабейну уже 80 лет. Величайший пророк, отец всех пророков. Он с Богом общается напрямую. Он только что сделал 10 казней в Египте. Он самый известный человек на земле. Он самый святой человек на земле. Он целый народ провел через море, где воды были стенами справа и слева. Самый известный, самый обсуждаемый, самый святой. И Мушерабейну это знает. Ему Всевышний говорит, поднимайся ко мне на гору, я передам тебе Тору. Великий Мушер. Теперь представьте, такой человек, такой величины. К нему приходит его тесть в гости. Хорошо, садись, давай покушаем, пообщаемся. Тесть начинает давать ему совет. Каждый из нас, наверное, но я точно, не сильно бы поспешил бы слушать его советы. Мушерабейну уже за 80. Он с Богом общается. Слушай, Итро, что ты пришел со своим советом? Если будет какая-то проблема в том, как я себя веду, мне Бог скажет. Я Бога спрошу. Ты вообще понимаешь, Итро, что человек с Богом общается? Куда ты лезешь со своими советами? Но Тора нам показала, нет. Мушерабейну прислушивается к каждому совету. Неважно от кого. Пришел Итро, давай Итро. Пришел другой человек, давай я буду тебя слушать. Мушерабейну готов воспринимать. Почему? Как? Он же такой старец, пророк, великий. Ну и что? У Мушер одна задача. Духовный рост. Развиваться. А если я хочу развиваться, какая разница, кто и когда дает мне советы? Он моложе меня, старше меня. Я более обсуждаемый. Мушерабейну, его обсуждали все газеты, все телеграм-каналы. Но Мушерабейну готов слушать. Тора сразу нам говорит. Дорогой друг, если ты хочешь воспринимать Бога правильно, если ты хочешь расти, готовься слушать советы. Открой свое сердце, будь готов. Именно для этого у нас есть такое важное предисловие. Тора нам рассказывает про встречу Моше и Итро, потому что в этой встрече ключ к получению Торы. Хочешь получить Тору, будь готов слушать советы своих учителей. Будь готов слушать советы, может быть, даже своих учеников, своих детей. Это не важно. Если совет правильный, ты должен прислушаться, не важно, кем ты являешься. Всегда нужно быть заточенным, учиться, учиться, учиться. Тора нам говорит, что можно учиться даже у животных. Тора нам говорит там известные рассказы про рабе Акиву, который выучил урок из капли, которая капала и точила камень. Везде, везде, везде искать советы, везде искать намеки, везде искать какую-то информацию, чтобы расти, чтобы развиваться, учиться, учиться. Каждый новый день нужно становиться выше и ближе к Творцу. Вот какое предисловие приготовила нам Тора. И недельная глава называется Итро. Посмотрите, друзья, говорит нам Тора, что происходило с Моше, когда он сейчас поднимается к Богу на гору. Любой другой сказал бы, слушай, Итро, какие советы? Приходи через год, у меня вообще-то с Богом сейчас встреча, 40 дней буду на небесах. Что ты мне морочишь голову? Отстань! Это не вовремя. Моше Рабейну говорит, не бывает не вовремя. Раз сейчас ко мне пришел Итро, сейчас самое лучшее время, и сейчас нужно учиться у Итро. Невероятное предисловие нам приготовила Тора, из которого каждый из нас может сделать урок. Спасибо огромное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...